Привет, друзья! Подписывайтесь на Телеграм, становитесь спонсором. Все ссылки в описании. Последние несколько дней ситуация в Молдове напряжена. Все в ожидании того, что может сделать президент РФ в Молдове. Но все же диктатор может придумать новый сценарий со спасением Молдовы от вторжения третьей стороны с Приднестровья. Сейчас заявления российской пропаганды о якобы планах Украины по вторжению в Приднестровье могут свидетельствовать о намерении РФ захватить власть в Молдове и открыть новый фронт против Украины. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Коваленко на одной украинской программе. Эксперт сравнил действия пропагандистов по Приднестровью с событиями накануне полномасштабного вторжения России в Украину, когда россияне придумали фейк об украинских диверсантах. Такая же ситуация с провокацией произошла 21 февраля 2022. Россияне распространили фейк о том, что вроде бы диверсионная группа ВСУ пыталась добраться до территории РФ с территории так называемой ДНР, напомнил Коваленко. Он отметил, что россиян одновременно совершенно не смутил тот факт, что место, где якобы остановили этих диверсантов, расположено в 30 километрах от линии столкновения, но уже 24-го произошло полномасштабное вторжение в Украину, то есть это была информационная основа для того, чтобы готовить потребителей информфастфуда ко вторжению. Это был один из этапов этой подготовки. Я не исключаю, что такого рода провокация может быть использована россиянами для того, чтобы начать какой-то гибридный сценарий по Молдове, объяснил обозреватель. Он предположил, что Россия может придумать сценарий со спасением Молдовы от вторжения какой-то третьей стороны в Приднестровье. Роспропаганда назовет молдавские власти нацистскими и заявит, что ее нужно как можно скорее деноцифицировать и демилитаризировать. Такой гибридный сценарий возможен. Любая ИПСО – это фактически подготовка. Угроза увеличивается, заметил Коваленко. Россияне могут рассказывать своему населению, что была угроза для Приднестровья. Именно поэтому нужно распространяться так называемой СВО и на Молдову. На мой взгляд, это достаточно суицидальный сценарий. Если он будет использован россиянами, то они терпят еще больше фиаско, чем в Украине. Есть огромные сомнения, что этот сценарий им удастся. Напомним, Минобороны РФ 23-го опубликовало заявление о том, что якобы украинские власти готовят провокацию против Приднестровья. Однако молдавские власти опровергли это заявление Москвы. Что происходит в Молдове? В начале февраля президент Зеленский сообщил, что разведка государства перехватила планеров по разрушению политситуации в Молдове с уничтожением демократического строя и захватом власти. Молдавские власти подтвердили, что получили такие данные от Киева. На следующий день в отставку подала премьер Гаврилица. Вместо нее пост занял Ричан, сразу выступивший за демилитаризацию Приднестровья и изгнание оттуда российских войск. В середине февраля президент Санду заявил о планах РФ устроить госпереворот в ее стране и использовать Кишинев в войне против Украины. Какая ситуация на границе Украина-Приднестровья? Если говорить о границе с Приднестровьем, то этому направлению уделяется значительное внимание с самого начала полномасштабного вторжения. Мы понимаем, что на эту территорию Россия имеет значительное влияние и может ее. «Также использовать. Это направлено давно, усилено и обеспечено безопасностью Украины», рассказал Демченко. В Приднестровье находится оперативная группа Росвойск. Она состоит из примерно 6500, большое количество обслуживающего персонала и около 2000 тех, кто может вести боевые действия. Ожидать какого-либо прорыва с этой группой невозможно. Но дело в том, что несколько дней назад в интернет-пабликах была информация о готовящемся госперевороте в Молдове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова